Задача Сибата не отличается новизной добиться земли для всех страждущих. Правда, мирным путем никаких митингов, волнений и выступлений не будет, пообещали первые лица организации. Вопрос далее не стоит в поддержке той или иной власти. Главная цель Авдето – это обеспечить людей землей. Все, никакой политики. Сегодня нужно конструктив с властью, нужно договариваться, искать какие-то обоюдно выгодные точки, чтобы решить наш вопрос. И для этого наша честная организация Сибат была создана. Меджлис остается нелегальным, поэтому Сибат претендует на звание единственной законной татарской силы на полуострове. Симпатиков у новой организации предостаточно уверяют ее уже действительные члены. В первую очередь присоединения к Сибату жаждут авдетовцы, массово дезертирующие из старого образования. В Сибате уже более ста человек, заявляют активисты, и это только начало. Правда, несмотря на грядущие успехи, соперничать с Меджлисом они не планируют. Невозможно быть оппозицией к тому, чего не существует. Меджлис – не организация, Меджлис – не партия. Меджлис – это фантом, который существует как бы только в понятиях его руководителей. Меджлис, как структура представительства Крымско-Катарского народа, должна быть, но она должна быть оформлена в законодательном порядке, и она должна быть очищена от тех людей, которые сейчас возглавляют. Если это произойдет, Сибат пойдет с Меджлисом рука об руку, фантазирует Ренат Шаймарданов. А пока новоявленная организация будет идти по жизни своей дорогой. Олег Зайковский, Лилия Ахтемова, служба новостей ТВ.